Предвыборная кампания этого года по сравнению с предыдущими была не особо заметной для жителей края, можно сказать тихой, без скандалов и интриг. Так считают в том числе эксперты. И причин называют несколько. Первый фактор это все-таки пандемия, которая наложила и ограничения на возможность агитации, и нежелание людей запускать в квартиры. Зачем разворачивать большую сеть агитаторов, если их не будут пускать в квартиры, это же канал коммуникации в никуда. Второй фактор это отсутствие достаточного количества ресурсов и кандидатов, которых способны. Все-таки не так много даже у парламентских партий вот этих возможностей, поэтому сосредотачивались, то что называется сосредотачивались к концу кампании. За то времени, чтобы отдать свой голос, целых три дня. Учли, что в воскресенье многие могут уехать из города и в пятницу проголосовать им будет удобнее. Договорились и со школами. Обычно там располагаются избирательные участки. Где-то занятия пройдут дистанционно, где-то их заменят классными часами. А вот проголосовать онлайн, как в семи российских регионах, не получится. Мы лишь принимали участие в тестировании новой дистанционной системы. Пока избирательные участки Алтайского края и формат голосования на территории Алтайского края – это очный формат, личный, путем прихода на избирательный участок в течение любого из трех вышеобозначенных дней. Если люди больны или имеется другая уважительная причина, то по заявлению члены избирательных комиссий готовы прийти и на дом. И это уже традиция. А вот будет ли явка, пойдут ли люди голосовать – это вопрос, ответ на который мы искали среди самих избирателей. На выборы обязательно нужно идти, только нужно определиться, кого бы избирать и кому доверять в своей жизни. А вы уже определились? Пока нет. Пойдете? Не планировал. А почему? Можете обосновать? Просто не хочу время троить. А точно завтра. Не знаю. Видно будет. Собираетесь идти на выборы? Да, обязательно. Ну а почему? Многие говорят, зачем ходить все равно. А чтобы наши голосы не стимовали. Если мы не проголосуем, за нас проголосуют. Явку мы ожидаем сопоставимой с 2016 годом, и это уже хорошо. К слову, тогда проголосовало 40% жителей края, более 776 тысяч человек. По словам экспертов, люди хотят видеть и в Госдуме, и в законодательном собрании новые лица и новые партии. А вот предсказывать, сколько та или иная наберет голосов в процентном соотношении, пока говорить не берутся. В любом случае, они уверены, политическая система в стране после выборов точно изменится. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.